Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Козьма Прудков говорил, «Зрив корень». Сегодняшнюю программу я посвящаю полезным корням. В меню у нас сегодня корень петрушки. Видите, какой он корень петрушки? Корень сельдерея еще больше, а также репа. А в гостях у нас Таня Ларич. Здравствуйте, Евгений Петрович. Просто Таня, она больше ягодка, это я как корешок. Ну вот я вам как ягодка скажу, что, конечно, сельдерей – это то, что встречается у меня в домашнем меню. Про репу я слышала, но я думаю, любой человек, знающий сказки, имеющий хоть кого-нибудь из детства, кто читал ему эти сказки, конечно, помнит про эту репу, которую мы тянем-потянем, вытянуть не можем. А вот про корень петрушки я слышу впервые от вас. Хотя, в общем-то, наверное, это логично, что у петрушки есть корень. Но для меня это новость. Новость. Оказывается, мы действительно все привыкли к тому, что петрушка есть у нас листовая. Да. Но откуда она растет? А растет она с корня. Она как морковка получается. Да, это можно еще назвать, ее вообще называют белым корнем. И в отличие от морковки, вот она вот, просто беленькая. А знаете, я еще обращала внимание, дайте я посмотрю, что у вас тут с петрушкой. Ага. Вот типичная зелень, да? То есть стебель и все, и он отрезан. А я иногда на рынке покупаю с таким маленьким корешочком. И когда вы мне сказали, что у нас в меню корень петрушки, я подумала, что это вот такой маленький корешочек, который я иногда вижу на рынках. Дело в том, что когда сажают петрушку семенами, она действительно начинает прорастать. Еще есть и семена петрушки, они, кстати, тоже очень полезны, что важно понимать. То этот маленький корешок, укореняясь, вырастает вот таким вот здоровым корнем. Слушайте, а очень пахучий он. Пахучий, да, действительно пахучий. Отрежем и услышим, какие там у нас эфирные масла. Яркие они, потому что у сельдерея, конечно, очень яркие. Кстати, вкус его сладковатый. Много различных эфирных масел, за счет чего он оказывает свое специфическое действие. У сельдерея тоже целые. Они похожи. Они похожи. Но этот как-то... Они похожи, действительно. Потоньше, что ли. Вот этот сельдерей, он как будто бы поэлегантнее. А у петрушки аромат похож на сельдерея, но более такой брутальный, более мужской. Но они и внешне, в общем-то... И теперь, когда мы говорим о сельдерее и петрушке, в белом корне важно отметить следующее, что корень петрушки... Вообще, петрушка это очень сильное растение. Поэтому в большом количестве ее использовать ни в коем случае не надо. Особенно беременным женщинам возможен выкидыш, срыв. Поэтому петрушечку едят в меру. Добавляют там супы. Хорошо использовать ее так же, как приправу к различным блюдам. Особенно к местам она туда смягчает. Их делает более вкусными. И важное свойство заключается в том, что как в петрушке, в зелени... Кстати, в зелени она зеленая. Значит, здесь больше хлорофила. Из хлорофила у нас вырабатывается кровь, формируется. А здесь, естественно, хлорофила у нас мало. Зато много солей. Калия, кальция, магния, фосфора, железа, каротина, витаминов там С, П и прочее, прочее, прочее. Даже есть витамин В1, В2. Так вот, важно отметить следующее, что в основном много солей калия. Калий что делает у нас? Я вам сейчас отвечу. Биологически активнее. Калий. Калий, по-моему, влияет на работу сердца. Калий влияет и на работу сердца, и влияет на работу почек, и он активно гонит из организма в воду. То есть петрушка является прекрасным, мочегонным, естественным средством, которое можно применять для отеков, для очищения. Так, получается, вот утром встали отекшие. Да. Корень петрушки съели. Крышечек петрушки действительно мы с вами можем просто-напросто или натереть на терочке. А я вот сейчас вот отрезала эту пимбочку, да? И хочу попробовать. Попробуй, попробуй. А вкусный. Я все сравниваю с известным мне сельдереем. Сельдерей более острый, как оказалось. А этот сладковатый. А вот еще вопрос. Кора. Есть ее с корой или не есть? Кого ее? Его. И напоминает чем-то морковку. Да, но более ароматная. Более ароматная. Да, 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 как будто с духами какими-то, с парфюмом. Ну, действительно. У петрушки есть еще вот этот вот как раз верхний слой. Да. Вот если мы его берем. Вот это как раз кора. Кора. Что в коре у нас? А здесь как раз белая мякоть. Угу. Как правило, что у нас содержится в коре? Так как петрушка, смотрите, погружена в землю, соприкасается с землей. А в земле мы знаем, там, будем говорить, и различные микробы, и различные грибки. Да, товарищи, которые нам совсем не товарищи. Да, и эти все товарищи, что они норовят сделать? Они норовят любое, что попадает в землю, съесть. Вот. И петрушка вот этим вот запахом, оказывается, она отбивает, она защищается от грибков, от бактерий. И особенная мощная защита оказывается в коре. В коре, да. И в коре больше всего микроэлементов, потому что в мякоти их гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите иметь мощный мочегонный эффект, кстати, петрушка за счет своих эфирных масел и способствует тому, что дробит все в организме. Камушки, песочек. Разные камушки, песочек, особенно вот когда она, говорит, в круг всасывается, идет, промывается через почки, значит, вот эта вот ароматная жидкость, то бишь круг, начинает делать свое дело. Своим ароматом дробит разные там отложения в песочек. Вот. Кора. Кора действует еще более сильнее. За счет своих вот этих вот микроэлементов, потому что микроэлементов здесь несколько раз больше. Она способствует тому, что и очищает нас лучше, то есть после того, как мы используем, допустим, ну, сок, салат, или же просто-напросто берем кору, ни в коем случае ее не выбрасываем. Мы эту кору собираем, высушиваем, потом отвариваем, можно в суп, можно пить. Прекрасное средство для очищения организма, для растворения разного рода солей и выведения их из организма. Но, опять-таки, использовать их надо постепенно, то есть петрушечку. Почему? За счет сильного, мощного, очищающего действия. Сразу как прослабит. Поэтому, если вот говорят так, сок, белый сок петрушечки, его больше чайной ложечки не рекомендуется, чтобы вас сильно не прослабило. Уже столовая ложка, это очень большая доза. А если полстакана, это уже я не знаю, что с вами может быть. А если сок из коры корня петрушки, так там вообще капелька. Но это я шучу, просто мне, знаете, что понравилось для того, чтобы я сама себе запомнила на всю оставшуюся жизнь. Образ пограничника. Получается, что это кора, это пограничники. На границе ветер ходит хмуро, край суровый, чем-то там объят. И еще важно отметить, что растение, любое растение, как растущее на поверхности, ну, в смысле, земли, так, и особенно в земле, уже сказал, защищается вот этот вот сок, который там находится. Он уже содержит биологически активные вещества, подавляющие жизнедеятельность различных микробов. Поэтому, если у нас вдруг что-то имеется, там, жабурчало в животе, имеется какое-то расстройство, можно сока петрушки, можно выпить отвара петрушки, и будет прекрасно действовать. И, кстати, о растворяющих свойствах сока петрушки, говорят, такое народное средство, как веснушки сводят с помощью сока петрушки. Да ладно? Растворяет. Что, не знала такое? Первый раз слышу. Ну, я отношусь к тем дамам, которые свои веснушки любят, поэтому мало собирала информации о народных рецептах, которые могли бы эти веснушки выводить. Что ж, получается, вещь полезная, раз, а есть ее надо очень умеренно. Вот что касается кулинарии, когда мы в бульоны добавляем всякие коренья, ну, тут, конечно, действительно надо запомнить и просто брать у знакомых с дачи или на рынке, потому что действительно очень вкусный всегда, ароматный этот бульон. А сока мало надо пить. Так его что-то с чем-то смешать надо? С чем он сочетается? Для того, чтобы использовать сок корня петрушки, кстати, из зелени сок давится довольно-таки плохо. Лучше всего вот такие вот соковыжималки давят с помощью центрифуги сок из корней. Поэтому его просто-напросто берем не более 30 граммов и смешиваем с соком морковки. Вот с соком морковки он идеально смешивается, только, естественно, морковки надо раз в пять больше и пьется. И сейчас мы с тобой сделаем такой сок и выпьем, чтобы ты убедилась, а как же он влияет. Кстати, свежий сок петрушки обладает свойствами, способствующими кислородному обмену в организме и поддержанию здорового состояния почечников и щитовидной железы. Видишь, какие там еще вещества? Это очень важно. Кислородный обмен – это наша молодость, здоровье и иммунитет, это жизненная сила. Если кислородный обмен у нас слабенький, то что делается? Естественно, организм становится чахлый. Вялый, усталость и хочется все время спать. Более того, комплекс различных микроэлементов, которые входят в петрушечку, в его корень, способствует тому, что укрепляет кровеносные сосуды, стенки укрепляет. Да! Кстати, и особенно, знаешь, как есть кровеносные сосуды, можно так сказать, это артерии, это вены и капилляры. Так вот, капилляры имеют артериальный конец и имеют венозный конец. И сок петрушки как раз укрепляет артериальный конец, что особенно верно. Это получается, что те, у кого часто бывают синяки, скорее всего, имеют капилляры, которые требуют сока из корня петрушки. Да, и витамин ПП как раз их укрепляет, который здесь содержится. Но мы будем делать с корой, правильно? То есть мы не чистим ни морковь, ни корень петрушки, потому что все микроэлементы полезные в коре, мы их с помощью центрифуги переработаем в сок. Да, и поэтому возьмем, смотри, сколько мы возьмем. Мы возьмем немножко. Немножко. Вот столько. Взяли. Так, и возьмем морковки. Вот на эту часть, вот столько морковки. Хорошо. И тогда это будет все нормально. И сделаем сок. Давайте. И выпьем с тобой. Сейчас, конечно, мы сделаем. Это очень радует. И выскажем свое мнение. Хорошо. А стоит ли его пить? Моток от лента. Первым давим сок. Будьте здоровы. Спасибо. Первым давим сок. Петрушки. Там он совсем чуть-чуть. Хорошо. Подрежем больше. Пошло дело. Пошло. Пошло. Попа. Здесь, Танюша, важно понимать, что корни должны быть неподвялые. Если они подвялые, у них содержится мало влаги. И они давятся, как вот сейчас у нас не совсем хорошо. Но, тем не менее, они давятся. Поэтому... Стаканчики. Вот, смотрите. Прозрачные. Прозрачные стаканчики. И мы наливаем. Опа. Прям как бармен. Да, 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 да. Кстати, вот когда наливаешь так, энергия от высокого переливания, ну, в смысле, кинетическая, переходит в воду и делается более энергетическим напиток. Ясно. Это очень важно понимать. Так. И возникает у меня самый главный вопрос, потому что морковные соки-то в нашей стране уже, ну, я так понимаю, люди попивают. И все как один попивают с капелькой масла. Никаких капелек масла не надо. Я считаю, что это большое заблуждение для того, чтобы просто-напросто еще к морковному соку нам продать какое-то масло, сливки и так далее. Я надеюсь, ты не в положении? Нет. Все. А почему вы надеетесь? Может быть, наоборот, я надеюсь, ты в положении. Так. Ну, морковь, во-первых, слышится, конечно. Ну-ка, давай. И выскажи свое мнение. В отличие от морковного сока, этот очень ароматный. Очень ароматный. Так вот, из-за насыщенности, оказывается, эфирными маслами, сок петрушки способствует рассасыванию камней в почках и мочевых пузырей. Именно эфирные масла, ничто другое, способствуют этому. Они дробят все. Кстати, он, этот сок, еще и лечит заболевания мочеполовых органов, глумеронефрит и других заболеваний почек, которые страдают. У меня в послевкусе остается ощущение какого-то молока. У вас есть такое? И у меня есть. Оказывается, сок морковки и вот с таким небольшим добавлением сока петрушки, он собой напоминает молоко для взрослых. Поэтому вот это как раз молочко для взрослых очищает нас, питает нас и укрепляет, как мы говорили, и щитовидную железу. А сейчас много заболеваний щитовидной железы. Геннадий Анатольевич, я хочу чуть-чуть оставить, знаете почему? Потому что мне интересно сравнить теперь сок из корня сельдерея с морковкой. Давайте. Вы же наверняка сельдерей предлагаете также смешивать с морковью. Давайте. Сделаем его. Хорошо. С удовольствием. Корень сельдерея вот от корня петрушки концептуально чем отличается? Ведь недаром у них похожие ароматы, значит у них какие-то есть одинаковые минеральные вещества? Конечно, у них есть одинаковые минеральные вещества. И здесь в следующий раз уже сказать, что в любом растении существует свой набор, вернее общий набор минеральных веществ. В каждом растении общий набор. В каждом это, допустим, 20 или 30 микроэлементов будут, у всех одни и те же. Но у некоторых дополнительно может быть 2-3 иных, тех, которых нет в том микроэлементе. Либо же, как ты говоришь, они могут солировать. В одних чего-то больше, в других чего-то меньше. И за счет этого, естественно, объясняется и действие. Итак, сейчас мы сделаем сок из корня сельдерея и морковки. И сравним его по вкусу, по вкусовым качествам, как он действует. А по составу минеральному, что здесь есть такого, чего нету, допустим, в корне петрушки? Или для работы каких органов больше имеет смысл употреблять сельдерея? Хорошо. В сельдерея также содержатся фирменные масла, много соли, калия, а также соли, кальция, магнит, фосфора. То есть выводят уже воду. Выводят воду однозначно. И что еще важно отметить, он, если за счет своей душистости, корень петрушки, он больше дробит как-то и выводит, то вот этот вот, вот смотри, еще можно так сказать, мы уже истратили этот корень, как он был? Он был как морковка. Да. Да, острый. Да. То есть можно сказать, как зубило, ну, грубо говоря, для того, чтобы дробить. А этот корень... Кругленький. Кругленький. Так вот, все круглое, упитывает, делает тело более сильным, более мощным. И за счет этого он способствует тогда, и половую силу там мужчинам дает, вот, и вообще укрепляет он организм, и делает его таким цельным, упитанным. Да, крепеньким. Что очень важно, потому что мы привыкли, что он рассматривал, допустим, морковку, сельдерей, там, репу, с позиции того, а что здесь есть. Угу. Но при этом забываем, а форма там у них совершенно разная. Форма – это же энергия. Да. Вот, и эта энергия по-разному будет влиять на наше организм. И так как все в природе стремится к гармонии и балансу, я сейчас подумала, так может быть, ну, достаточно такой мужской символ, наверное, очень полезен женщинам, а явно женский, может быть, полезен мужчинам. Потому что я тоже слышала, что, вот, допустим, суп из корня этого самого сельдерея укрепляет потенцию мужчин. Повышает потенцию мужчин. Повышает. Укрепляет также и организм слабого человека. Он придает специфический аромат блюдам, чем разжигает аппетит и упитывает тело. Давайте упитаем. Давайте упитаемся. То есть содержание биологически активных веществ повышен в нашем организме. Для этого мы с вами возьмем, это ты уже взяла. Да. Корень сельдерея, кстати, вот у нас кусочек есть один, я уже чистил, да. Теперь отрезаем еще вот этот кусочек, можно отрезать вот этот. Ну так, но он мытый, правильно? Корень, да, этот мытый, поэтому мы начинаем с ним манипуляции, чтобы он просто-напросто сначала влез в нашу соковую же морковку. Давайте. Итак, морковка у нас влезет, влезет, так. Здесь побольше можно этого сельдерея. Да, сельдерея можно больше. Половина на половину с морковкой. Лучше всего одну часть сельдереевого сока и две части морковного. У меня пошла вторая волна послевкусия нашего сока с петрушкой, и в этой второй появилась какая-то горчинка. Это очень хорошее качество. Что такое горчинка? Если имеется послевкусие горчинка, это говорит о том, что все циркуляторные процессы, которые идут в организме, оно начинает убыстряться. Именно горечь слегка подсушивает наш организм, что полезно для того, чтобы более стройно быть, и усиливает все процессы в организме. То есть все вы быстрите, а именно циркуляция крови, перистальтика кишечника. А если у нас улучшается, улучшается циркуляция лимфы, значит этот сок, этот продукт способствует тому, что он будет нас лучше очищать. Кстати, все горечи в той или иной степени обладают дезинфицирующими свойствами. Чем больше горечь, тем больше дезинфицирующие свойства в данном продукте. Ну что? Так, значит вот наши... Ага, ты будешь пробовать. Да, и сравнивать. Давай. Ничего не перепутала? А, это мой сок? Угу. Ммм. Угу. Ну этот явно слаже. Сельдерей, морковный, явно слаже. О чем говорит вообще сладость? Сладость, именно сладость говорит о том, что этот сок способствует тому, что он питает, усиливает, он полнит, он вообще содержит очень много биологически активных веществ, и особенно натрия. Четыре больше, чем кальция. И знаешь, чем этот сок теперь отличается от предыдущего? Чем? Дело в том, что в результате варки, в результате приготовления всей пищи на огне, у нас кальций, который имеется в пище, он становится менее активным биологически, и он как накипь в чайнике начинает откладываться на стенках сосудов, значит, в желчном пузыре, в почках и так далее. И для того, чтобы его растворить, растворитель надо, для этого нужен натрий. И натрий не простой, а вот именно биологически активный. И так как много в этом соке натрий, он мощно начинает вот эту вот растворяющую работу, с помощью которой очищает печень, почки и наши сосуды от отложений кальция. Само знаешь, вот трубочку берешь, иногда там самовар или еще девять, а она вот так вот вся покрыта стенкой. Да, да, да. Вот то же самое примерно у нас может происходить. От термической пищи, поэтому эти соки промывают наши сосуды. Откуда эта пища берется? Хлеб? Дрожжи. Дрожжи даже не берем. Не в этом дело. Хлеб просто термически обработаем. Допустим, борщичок, там прочие там плюшки, что там еще. Легче перечислить, что не обработано термически. Вот, 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 все, что у нас не сварено или не запечено, все, что сварено, запечено, значит, у нас этот кальций стал недоступен для организма. Значит, он там может спокойно где-то отложиться и в камушек превратиться. И спасибо большое за открытие корня петрушки. Потрясающе вкусно и очень ароматно. А то, что это так полезно, меня, конечно, очень радует. Спасибо, Геннадий Петрович. На этом программе мы заканчиваем. Доброго вам здоровья, цех. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная Кулинария. До новых встреч!